Сегодня у нас в гостях легендарная личность, руководитель Мытищинского театра «Кукол» Огнива, народный артист России, обладатель множества театральных наград Станислав Фёдорович Железкин. Станислав Фёдорович, здравствуйте! Здравствуйте! Совсем скоро, 4 февраля, на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова будет премьерный показ спектакля «Вторая смерть Жанны Д'Арк», где вы являетесь режиссёром-постановщиком. И почему именно Жанна Д'Арк? И почему «Вторая смерть»? И почему «Вторая смерть»? Вы знаете, дело в том, что когда-то, ну очень давно, была написана эта пьеса, относительно давно, вот, и эта пьеса шла в нескольких театрах в России, вот, запрещена она была на родине автора Стефана. Это болгарский драматург, да? Болгарский драматург, он театральный деятель, он всю жизнь работал в болгарских театрах, в софийских. И после написания этой пьесы, либо это последней каплей было для президента Тодора Живкова, именно ему запретили работать в столичных театрах. Он ещё и публицист, он и театральный деятель, вот. И он переехал работать в Пловдев. И с Пловдевским театром я был знаком, и они нас пригласили на фестиваль к себе, и там я вот шапошное знакомство было со Стефаном Цаневым. Шапошное, потому что я не знал уровень его высочайшего, оказывается, влияния на болгарский народ, на общественную деятельность, и том, что он очень драматург и с огромной жизненной художнической позицией, с которой, несмотря ни на что, не сворачивал. Но поскольку там были знаменитые режиссёры, театральные деятели, я с ними общался, поскольку мы были на разных фестивалях знакомы. Поэтому я, к моему большому сожалению, не придал внимания нашей встрече, и он тоже, кто там для него приехал, уехал с фестиваля. И вот Бойчев, директор театра, мне тогда познакомил Пловдевского театра «Укал», познакомил с этим удивительным мастером, но, к сожалению, общения не произошло. А теперь-то, конечно, это, прочитав о нём, это действительно личность. Личность, а личностью может быть тот, кто не ошибается, не боится говорить правду, не лжёт и чаще всего назначает художник, назначает, не уменьшая и не преуменьшая значимость других профессий, художник-творец, на то он и творец, чтобы чаще назначать свидание с собственной совестью. Вот к этой категории относится Стефан. Почему Жанна Дарко? Да, у него уже много произведений. Значит, у него много произведений. Жанна Дарко «Почему вторая смерть?» Он избрал ход драматургический судить актрису Бродячего театра, даже Брима, вот Бродячего театра, который осуждает на смерть за блудство. Не такого понимания за блудство. Но если она сыграет Жанну Дарк с другим финалом, отрекаясь от своих идеалов и признаёт, что она прошла против церкви, против этого, то тогда, возможно, ей сохранят жизнь. Что даёт повод ей спасти свою жизнь по драматургическому материалу спасти ради предательства Жанны Дарк и ради её предательства подвига. И она согласна на это, и в финале происходит то, что она говорит, я не смогу ради спасения своей жизни предать Жанну, предать Францию, предать революции. И это доводит трагифарсовую ситуацию до высочайшей трагедии благодаря, конечно, всему актёрскому ансамблю и исполнительнице Жанны. Грандиозная актриса. Грандиозная. Это Ильина, прима театра. И я счастлив, что у меня жизнь, директор театра, несмотря на занятость в репертуаре этих артистов, она всё сделала. Наталья Александровна, чтобы мой выбор был удовлетворён. Это и Марк Санчербаков, и, конечно, выдающийся мастер. Это Кустарников, заслуженный артист России, Владимир Петрович. То есть, с этими артистами надо быть очень талантливым режиссёром, чтобы завалить спектакль. Они вытянут в любом случае. Другое дело, другое дело, это большая ответственность команды. Художник Бобрович, ульяновский художник, это с моей точки зрения, это повезло мне, что я уже много спектаклей с ним последние годы работаю. Это большой художник. Он не заштампованный театральными канонами, и он идёт напропалу. И, кажется, думаешь, что ж ты... Я говорю, Дмитрий Сергеевич, Дима, ну, в пьесе это не написано. Он говорит, а как, вот так пошла рука, у меня вот так это... Так он сейчас мне задаёт вопрос. А это я говорю, подожди, Дима, я же ещё пьесы не дочитала, уже выпускаем спектакль, так что я ему в пику отвечаю. Мне команда попалась, конечно же. Но в первую очередь, это актёры. Это, конечно. По поводу актёров. Вот вы трёх назвали. Вот они и будут, да, исполнять? Заняты, да. Заняты. Да. И кто в какой роли? Ну, понятно, что Ильина, она Жанна Дарк. Жанна Дарк, да. Она и Жанна Дарк, и бродячая актриса, исполняющая Жанну Дарк. И потом, это, конечно, для меня было... Самое сложное было в репетиционном процессе, не стыкующая вещь трагедии, а жанр определён, в котором существует артист, как существует трагифарс. И вот фарсовые ситуации, комедийные ситуации, и вдруг идёт перевёртыш и доходит до высочайшей трагедии. Это только, поверьте мне, я сам много лет, десятков лет работаю в театре, сам артистом, и знаю, что это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно. Когда нервное состояние артиста доходит вот до натянутой струны скрипки. Вот-вот. И когда я уже как бы прошёл, и далеко не сентиментальный человек, и у меня, я то хочу, то потом слёзы у меня наворачиваются, и я думаю, да, да, ульяновцы должны гордиться, и они гордятся. И я посмотрел многие спектакли, удивительные зрители, удивительный режиссёр, вечная память Копылову, который так труппу сделал, такой высочайший, не каждый театр, даже столичный театр может похвастаться. И, конечно, как зритель воспринимает театр, театральный зритель, это, конечно, гордость. И я завидую вашему зрителю и радуюсь за него. Потом всегда же я ищу и директор, в театре. И я понимаю, как заходишь в театр, сразу видно, что здесь часовой механизм всех служб работает благодаря директору театра. Думаю, как можно это добиться? Я понимаю сам, у меня театр гораздо меньше, и это чуть тяжело сделать. Здесь выдающиеся артисты. Кларина Ивановна Шадько, здесь Зоя Михайловна, народный артист. И это я их посмотрел в разных спектаклях, это гордость. Потом я нашел открытие, почему это так. Вы знаете? Вот не задаете вопрос, а я вам скажу. Нет, я слушаю вас внимательно. Я, знаете, что подумал? Я подумал, почему? 20 с небольшим дней я работаю в этом театре с утра до вечера. И за эти 20 с небольшим дней небольшим главу региона дважды я видел в театре. Вы думаете, из-за этого, да? Я думаю, тоже из-за этого. Не только из-за этого, а тоже. Вот он, часовой механизм. И нашлось же время у губернатора Морозова дважды посетить театр. Как же? Вот я поражен. Ну, я думаю, что и он удостоен золотой маски. Мне же, вы знаете, я приехал и уехал, в том числе из-за уровень театрального искусства в Ульяновске. Только же два губернатора у нас имеют. Это Титов, губернатор и Морозов. И у меня все сомкнулось. Понимаете? Все сомкнулось. Не ходя в театр, он бы не знал беды, какие-то проблемы, какие-то заботы. Я могу еще много говорить, как отдых, ваша интеллигенция творческая, благодаря ни один губернатор не нашел средства отправить на отдых театральных деятелей, художников, писателей, чтобы могли отдохнуть. Нет, это позиция первого руководителя. Я не знаю, кто ему подсказал, либо он сам, либо интуитивно. Регион, город, каким бы он ни был, статус города определяется по состоянию театра профессионального. и ни по какому другому. Если город открыл очередной бассейн, очередную школу, очередной садик, это надо, это необходимо. Но если город открыл профессиональный театр, и существует профессиональный театр профессионально, это только, поверьте мне, без первого руководителя этого ничего не будет. Я 50 лет работаю в театрах, в разных регионах. Я знаю, что это такое. И, конечно же, ваш зритель, зритель, как Константин Ракин сказал, когда говорит, может быть, площадки сделать, театральные, не обязательно театр содержать в городе. Он говорит, нет. Я вот выхожу и говорю первое слово на творческих вечерах своих, здравствуйте, зритель. И я знаю, есть ли в этом городе театр профессиональный, либо нет. Спасибо, извините. Приятно слышать вот такие вот слова. И давайте все-таки к актерам вернемся. Давайте. Щербаков и Кустарников. Они кого будут играть? Кустарников играет Бога, Щербаков-Палача. Так и думала. Ну, понятно. Да, вот теперь по ролям. Вот я сказал. А Дмитрий Бобрович, вот говорят, он создал там какие-то интересные костюмы, причем использовал такой современной технологии, 3D-принтер. Это правда? Я вам хочу сказать, костюмы. Я вот создал атмосферу спектакля и костюмы, я как бы не акцентировал бы на этом. Для меня самые сложные конструкции спектакля, которые во время действия трансформируются в разный. То она в камеру, то она в эшафот, который идет на это. И все это на глазах у зрителя. И он, он как конструктор спектакля, сценографии его ни с какой другой. я и в театре кукол здесь ставил с удивительной калорийной ванной спектакль по Пушкину «Пиковая дама» и ставил с ним гадкого утенка. Он, понимаете, когда-то Борцов сказал, двигатели необычного в искусстве могут только сделать дилетанты. Он дилетант, хотя он уже мастер такого уровня, но дилетант – это не понятие, что пришел с улицы. Но у него нет профессиональных шор, то есть штампов. И он при его удивительной скромности, удивительно, он нагло врывается в обойму театральных художников России и со своим видением. Его не свернешь никуда. Это, да, большая удача для Ульяновска и для театрального мира. Мы гордимся, да, этим художником. И он уже работает и не только в театре «Кукол», и уже в драмтеатре. Это очень хорошо. И в Москве у нас он поставил с ним сколько спектаклей. Сейчас Петра Воткароя, один из лучших румынских режиссеров, тоже с ним начинает работать. Так что и на Сахалине, и везде так что Бопрович, да. Но вот с актерами Ульяновского драматического театра вы работаете первый раз. Первый раз, да. Клороми, Клорины Ивановны, народные артистки и лауреат государственной премии. Я был очарован, я был очарован, когда она пришла в театр «Куклы», я имел наглость, мне нужна была актриса личность, личность, которая вот там и ход придуман, что она одна работает в живом плане, а остальные с куклами. она прошла тайну трёх карт, и она, конечно, с ней работать, это, вот вы знаете, у нас в театре, конечно, с другими режиссёрами, и в нашем театре мы пригласили работать Валентину Илларионовну Толысину, и Толысина работала у нас, понимаете, эта звезда, эта великая актриса, и вот с Клариной Ивановной, я думаю, ну, начнутся у меня трения, слушайте, ей не нужно доказывать, что она мастер, она мастер высочайшего уровня, и это не принадлежит только Ульяновску, её мастерство, она всё сделала, что она гордость театральной России всей, о чём свидетельствуют её награды государственные и признание театрального сообщества, это действительно, да, ульяновцы, и вот я хочу сказать, уважаемые зрители, когда идёт по улице скромная Кларина Ивановна, узнаёте, в ноги поклонитесь, и в ноги поклонитесь за то, что она благодаря своих ролей и мастерству заставляла вам задумываться о жизни, смеяться, плакать, она хотела сказать, и говорит сейчас, что жизнь прекрасна, несмотря на что, и никогда не повторяйте ошибок, которые повторяли её персонажи, и это очень дорогого, она целый пласт культуры людей, в ульяновске, пласт нескольких поколений, была свечой и огоньком, и остаётся на сегодняшний день, дай бог ей многолетия царствовать на сцене, она служит театру, и она знает, что артист, творец не имеет права отвечать на вопрос в своем творчестве, как ты живёшь на земле, она заставляет думать, зачем ты живёшь на земле, и она это делает, не навязчиво, не педалируя, она знает главную ценность людей, человечества, планеты, зачем ты живёшь, а не как, зачем, это значит, что ты оставишь после себя, великая актриса. Да, но почему спектакль, премьера будет на малой сцене, почему небольшая сцена. Объясню, тональность спектакля и способ актёрского «Три человека», я бы хотел, чтобы он был на разрыв аорты, на разрыв внутренней эмоции, они тогда пробивают именно в этой пьесе, в моём понимании этой пьесе, спектакля. Когда вот это всё взрывное, но говорится шёпотом, и тогда ты ведёшь напрямую диалог со зрителем первого и пятого ряда. Двенадцатого, ну, трудно в этой концепции спектакля, повторяю, в этой концепции спектакля, трудно пробить туда, на второй ярус, на первый ярус. Другая пьеса, может быть, это вот, я посмотрел грандиозный спектакль в вашем театре. И, конечно, для меня постановка спектакля Емельяна Пугачёва, это вся постановочная группа, я сегодня познакомился, приехал режиссёр-постановщик этого спектакля, и я выразил ему самое моё высочайшее восхищение спектакля. Не может один режиссёр ничего сделать, если нет команды и такого актёрского состава. Но актёрский состав выше всех похвал. Вообще в Ульяновском театре. Говорят, достаточно 5-7 актёров иметь на весь театр, и это хороших, и это театр. Нет, у вас что не актёр, это индивидуальность. И это благодаря школе, которой создал Копылов, но не создал, продолжил Копылов, но он долго здесь выдающийся. У него и сын. Сын. Я видел и как актёра, и как режиссёра, да, это очень достойно. Столько наговорил, комплименты шёл, думаю, надо же не поверить зрителям, если я какие-то как бы другие, другую сторону не покажу. Ведь скажут, ну, приехал, видите, губератор, похвалил, я приехал и уехал. Если кто меня знает, я действительно лгать не буду. Не буду. Потому что за ложь надо отвечать вдвойне. Ну, вот вы говорите, ну, вы как актёр на сцене, ну, вы же актёром часто выступаете в своих постановках, может, в других постановках? Вот скажу, часто, но в своих никогда. Я не могу ставить спектакль и играть. Я, это действительно, я со стороны не вижу, не вижу себя, не вижу. Да, я много спектаклей поставил за все эти годы, потому что вроде уже не молодой, 50 лет в театре работаю, с 15 лет пришёл в разных театрах, но ещё ни разу я не играл в спектакли, где сам ставлю. Я не понимаю. Я вообще не понимаю. Вот некоторые режиссёры там пишут, и он же автор сценария, он же режиссёр, музыка, он же актёр, он же балетмейстер, он же продажа билетов. Я написал, сказал одному, ты бы написал продажи билетов, тоже ты. Ну, чтоб было полностью, понимаете. Мы так себя в одном лице любим, а сцена это конфликтная ситуация, это спор. Только в споре рождается истина, когда человек сам с собой, как он, какой он конфликт, он так себя миленький любит, что тут и конфликтовать не с кем, и спорить не с кем. Поэтому и получается, что написан, то и говорю. Вот это всё в одном лице. А ваша любимая роль? Моя любимая роль? И любимая постановка. Я пытался сыграть более трёхсот ролей, я подчёркиваю, пытался. Это не значит все. Да, моя одна из, как говорят сейчас, это Герострат, забыть Герострат, о Горинске, это 11 ролей в спектакле Пиргюнт Ипсена, это в детском спектакле «Карлик нос Карлик», за который я получил тогда лауреатство Всесоюзного, Всесоюзного фестиваля, наряду их 5 было лауреатов на всю Россию. Можете представить Царёв Михаил, дальше Дроздовая народная артистка Горьковская, тогда драма, не Нижегородская, Горьковская, за мамашу Кураж, и вот наряду с этими именами был поставлен на роль Карлика носа в Тюменском театре кукол, где я сыграл и стал лауреатом Всесоюзного фестиваля. Вот, это тоже детские, не только взрослые. Вот, это как бы, ну и, конечно же, это Радзинский, когда меня видел в спектакле, его любимый артист играл, Джихар Ханян, это роль, и он с опаской шел смотреть меня в роли вот уже вылетел, видите, как эмоционально так разволновался, я скажу потом. вот. А взрослых постановок, вы же известны больше как руководителя театра кукол, мытищинского, огнива, а вот взрослых постановок у вас много, именно взрослых, которые, для взрослых, точнее. Значит, у нас проблемы с посещением взрослых зрителей нет, если на взрослой аудитории спектакль не продан за две недели через кассу, у нас нет администраторов, никогда их не было. Значит, я вам сейчас скажу, то у меня разрыв сердца, вы можете представить, что будет, как бы, с теми, которые, у нас единственный театр, я не говорю о качестве, это разные понимания, кому-то нравится, кому-то не нравится, тут это вообще, у нас единственный театр в России, который имеет такое количество названий для взрослых, у нас 18 спектаклей для взрослых, 18 названий, и мало того, заслуга того, что мы открывали театр в Мытищах ровно 25 лет назад, будет в апреле, нам, и мы открывали одновременно детским и взрослым спектаклем в постановке Фридмана, вечная ему память Юрия Александровича, он поставил Шахеризада «Любовь моя», который 16 лет шел на аншлагах, и поэтому зритель знает, что это не детский только театр, но и взрослый, потому что в параллель, и поэтому нам тут тоже повезло, что у нас последний наш премьер сейчас комедию я оставил, ну а предпоследний это «Прощание с матерой», спектакль «Прощание с матерой», это, конечно, для нас было ответственно и на фестивале, наряду с драматическими театрами Вахтанова, и с Верой, и Липецкого академического драматического театра, когда нам дали гран-при в трех номинациях, в том числе и лучший спектакль наряду, это немножечко порадовало, что театр «Кукол» с такой драматургией, и «Вишневый сад» у нас, и «Обломов», который мы привозили, «Обломов» и «Вишневый сад» сюда к вам, «Обломов» в моей постановке, а «Вишневый сад» замечательный белорусский режиссер Олег Жужда, который вот мы в очереди после «Вишневого сада» пять лет, он у нас идет на аншлагах, мы в очереди стояли, когда он у нас согласится поставить и в этом сезоне театральном, он ставит у нас вспоминальную молитву, дай бог, что это случится, потому что всегда же берешь материалы, и вот я сейчас очень волнуюсь, очень, как пройдет общественный просмотр, как пройдет премьера, понимаете, тут неожиданностей много, но я уверен, что зрителя равнодушным и созерцающим на спектакли не будет благодаря артистам. — Само название только. — Да, и само название, потому что, когда говорят, знаете, я прихожу в последнее время на спектаклях других театров, да и это, смотришь, ой, как лихо придумано, ой, как здорово придумано, а пришел пустынь и ушел, тебя нет. Зрители приходят за эмоциями, сиюсих, они могут не согласоваться, но эмоциональное воздействие живого театра, если не будет воздействия на зрителя, это в лучшем случае визуальный театр, хотя и такие тоже есть, это созерцание. Я такой театр, он не для меня, он нужен, но для меня эмоциональный, чтобы пробить, зачем он пришел в диалог, диалог вести со зрителем, в споре, согласен он, не согласен, но вести диалог, а это нужно провести через артистов, только если трепет есть у артиста, он заставит трепещать зрителей в зале. А когда мы увидим ваш театр снова, вы привезете его в этом году? Нет, мы не привезем, и это все зависит от разных обстоятельств, потому что у вас же был, фестиваль назывался по пьесам Гончарова, и вот мы попали Аплумово, потом классика на сцене мы попали, мне очень хотелось бы привезти сюда прощание с матерой, нашу работу предпоследний, ну, вот ей год, хотелось бы, хотелось бы. И нам хотелось бы увидеть. Может быть, случится. Хорошо, хорошо. Что еще в ваших планах? Постановка еще будет, кроме вот второй смерти Жанна Д'Арк с нашими актерами? Нет, это не планируется, это все спонтанно, и мало того, как-то в разговоре с Натальей Александровной, директором театра драматического, она посмотрела, ну, естественно, пришла посмотреть актрису такого ранга в первую очередь, думая, не на спектакль, мне так кажется, это пиковая даба Каларина Ивановна Шадько, и как-то так разговор состоялся, потом мы встретились на театральном олимпе в Сочи, мы показывали там Вишневый сад, потом она вот и вот как-то, ну, после именно разговор шел, и она так стелс даже не вспомнит, то ли я предложил, то ли она, но это не важно, чтобы я поставил на их сцене спектакль любой, мало того, я выбрал с Бобровичем именно вторая смерть Шанна Д'Арк, мало того, что нигде не ставили, это первая, это премьера, то есть мы не ставили, постановка наша не была нигде, и в-третьих, это еще и драматический театр, и вот после того, как он пройдет, а уж решает, конечно, концепцию, и в том числе художественно-творческую, определяет директор театра за все отвечающий, а вдруг спектакль как-то не по душе пройдется, потому что тема очень сложная, очень сложная, и состоится альянс или нет, это предвидеть, нет, дай Бог справиться, дай Бог, чтобы Господь Бог не отвернулся, и момент искусства, чтобы состоялся. Я думаю, все будет. Спасибо. Хорошо. Желаю вам успехов, и надеюсь, что вы все-таки еще раз приедете к нам в Ульяновск уже и со своим театром, и с новой постановкой еще раз поставите, и не один раз. Желаю вам огромных успехов. А я хотел бы пожелать вам также успехов, а театральному зрителю с такой благодарностью, когда мы работали здесь в спектакле, и сейчас, сидя на спектаклях драматического театра в качестве зрителя, я увидел ваши глаза, я увидел глаза театральной публики, это дорогого стоит, и я вас приглашаю на наш спектакль, и знайте, все, что делается в театре, ради вас, чтобы затронуть ваши души, чтобы взволновать вас. А что-то, если кому-то не понравится в спектакле, я хочу сказать вам, это значит ошибка режиссера, в первую очередь и в последнюю, и ничего. И я хочу вам сказать, если вам понравится спектакль «Вторая смерть» Жанна Д'Арк, посоветуйте своим друзьям прийти на этот спектакль. Если не понравится, посоветуйте своим врагам прийти на этот спектакль. Спасибо вам, дорогой зритель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова